Мне ощущение, что вы живете в каком-то цирке Шапито. Вам нужны тусовки, вам нужны хайпы, вам нужно шоу обсуждать, друг другу морду бить. Вы не понимаете, вас уничтожает. Дело не в России, вас уничтожает новый миропорядок. Вам же не дают ракеты, вам же не дают танки, вам же не дают самолеты. Неужели вы этого не видите? Вы зависите от того, что американский бюджет выделит вам 100 рублей, чтобы вы давали зарплату своим солдатам. Или не выделит. Это до чего нужно было довести страну? Все нужно взять в руки власти и поставить под контроль. Все до копейки должно идти на армию, на государство, на построение независимости страны. Оно все утекает по карманам и зарубежным счетам. Вы когда спрашиваете, есть шанс? С этим результатом нет шанса. Расскажите мне, пожалуйста, о том, что произошло сейчас с Карабахом. Я вам задам банальный вопрос. Как построили отношения Азербайджан и Турция, мне понятно. Как помогают Азербайджану те же израильтяне, мне понятно. Мне непонятно, почему Россия сдала Армению. Вот этот вопрос я вам задам. Самый ключевой вопрос, самый хороший вопрос. И это развеет миф пропаганду Украины. Я имею в виду вот таким ангажированным людям против Азербайджана. Что мы, партнеры с Россией, изгоняем бедный народ. Смотрите. Исходя из концепции американцев, шторм над Каспием. Он зацикливается на трех главных постулатах. Военная база Казахстан. Военная база Туркменистан. И военная база Азербайджан. Для чего? Второй пункт. Начать войну против Ирана. А нам нужна война с Ираном? Нет. Кто может это сделать? Запад. Он как проникает в регион? Через Карабахский конфликт. Теперь мы спрашиваем Москву. Господин Путин, тебе нужно, чтобы Азербайджан полыхал? И сюда пришли французы и американцы, которые будут, условно говоря, поджигать твой Кавказ. Нет. Выбор за тобой. Нам нужно, чтобы ты закрыл глаза. Запад готовил, а особенно Франция, санкции, Совет Безопасности ООН и ввод войск на территорию Карабаха. Мы опередили их. Посмотрите сегодняшнее заявление, точнее вчерашнее заявление господина Макрона. Оно публично есть. Они готовились ввести свои, ну, миротворческие, я не знаю, там. Они же вели на территории Армении так называемых наблюдателей Совета Европы. Это все бывшие офицеры разведки. Все. Начиная от Бундесфера, БНД немецкой разведки, заканчивая французской разведкой. Там нет простых парижан. Или простых каких-то ученых из, так скажем, мягких кабинетов. Там нет. Там все офицеры разведки. Мы понимали, что готовится операция, логистика, проникновение в Карабах французских военных. Пусть будет ограниченный контингент 150 человек. Теперь попробуй их оттуда выгонить. Попробуй, чтобы с французского солдата упал волос. Мы просто их опередили. Мы поставили вопрос БОКО. Москва. Или ты. Мы полыхаем. Через нас полыхает твоя страна. Или сюда ни американский, ни французский солдат не придет. Но это Эрдоган поставил этот вопрос Путину? Естественно. Для чего он летал в Сочи? А что попросил Путин взамен от Эрдогана? Скорее всего, участие или присутствие России в Зангизурском коридоре раз. И еще раз гарантию, что Кавказ, а именно Азербайджан, не будет использован против России. А по Украине он ничего не просил? А по Украине зачем ему просить? Мы же видим, что Украина стала французской. Как вы думаете, нам нужно за вас спрягаться? Это цинично, но я вам правду говорю. Нам нужно за вас спрягаться? У нас такой негласный указ. В прессе больше про украинскую войну у нас не пишут. Потому что у вас 24 часа пресса говорит, что мы, оккупанты, захватили древние земли и оказывается геноцидим армян. То есть мы не восстанавливаем территориальную целостность. И там мы забрали 25 танков, 40 БТР. Это просто, оказывается, детские игрушки. Там не было военных. Там просто было гражданское население. И наших 200 солдат за один день погибших, это просто мы сами себя стреляли. Нас никто не убивал. Ну, у нас солдаты с ума сошли. Решили застрелиться. Сразу 200 человек. Хорошо. То есть Путин и Эрдоган порешали этот вопрос. Понятно. Момент. Хакан Фидан решил это с Ираном тоже. Если вы помните, Иран все время угрожал. Попробуйте, попробуйте. Хакан Фидан задал вопрос иранцам. Посмотрите его войжи. Москва, Тегеран. Дорогие иранцы, сюда приходит страна НАТО. Оно вам надо. И президент Ирана Рейси сделал заявление Пашиняну. Мы не потерпим присутствие на Кавказе третьей страны, а тем более враждебного нам членов НАТО. Посмотрите, официальное заявление президента Рейси. И это при том, скажем, что в Иране большинство населения Азербайджанцы этнически. Это очень долгая история. У меня есть концепция. Я называю, что Армения, Иран, Саудовская Аравия, Израиль – это проекты Ватикана. И в том числе, конечно, Россия. Для контроля этих территорий и перерезания сухопутной и морской границы англосаксонского мира, чтобы он не пришел в Индокитай. Как только эти страны – Армения, Иран, Саудовская Аравия, а в дальнейшем Израиль – поменяют свой административный, а возможно даже политический статус, то мы увидим здесь новые так называемые панрегионы, которые будут встраиваться или создавать новый свой экономический, политический блок государств. Ну, например, вокруг Турции будут группироваться одна группа стран. Естественно, они будут ориентироваться на Англию. Почему? Потому что на прошлой неделе брат короля посетил Турцию, брат короля, очень долго обсуждали. Турция готовит большой пакет соглашений с Великобританией по военно-техническому прорыву. Мы понимаем, что исторически, кто был против нас врагом, кто разделил Азербайджан, как вы говорите, кто сделал из нас какой-то тупик геополитический и, естественно, систематически очищал или занимался очисткой территории от мусульман. Мы это все прекрасно знаем, свои истории не забыли. Делаем свои выводы с цинизмом, с практицизмом, просчитываем свои возможности для возвращения в свое лоно истории. Путин предал Армению? Понимаете, вот когда у вас этот ставят вопрос, это неправильное, а что он Армению любил? Все в Армении, начиная с железной дороги, заканчивая атомной станцией, принадлежит россиянам. Вы когда прилетаете в Армению, аэропорт Зваркноц, печать штампи ставит русский пограничник, не армянский пограничник. Да, вы что? Да, вся граница находится под контролем российских погранбойств. Кроме того, что там находится 102-я военная база. Когда говорят предал, нужно спросить, а кого предать? Когда все принадлежит и так мне, я же сам себя не могу предать. Хорошо. Несколько месяцев назад я говорил о том, публично и неоднократно, все есть в интернете, в ютубе, я говорил о том, что впереди восстановление суверенитета Азербайджана, Азербайджан вернет себе Карабах, это его территория, Азербайджан подпишет договор о дружбе с Арменией, о Азербайджане и Армении, говорил я, будут прекрасные отношения, которые будут базироваться на экономике, и в Нагорном Карабахе, где большинство, этническое большинство составляют армяне, президент Алиев, зная его, сделает просто экономическую трибуну, покажет, насколько, витрину, трибуну я сказал, витрину, покажет, насколько классно жить армянам в Азербайджане. Вот это я говорил. Все правильно сказали. Что я вижу? Что я вижу? Я вижу, что практически все население, армянское население Нагорного Карабаха покинуло Карабаху. Вот это я не ожидал. А почему так произошло? Объясню. По заявлениям господина Алиева и по новому закону реинтеграции Карабаха, в Карабахе, кстати, все видеоматериалы в ютубе, 24 часа, наши СМИ и по грамм войска снимали, вы можете посмотреть, где мы каждому предлагали остаться. Раздавали воду, еду, конфеты, оказывали медицинскую помощь, кому было плохо. Если вспомните, как 30 лет наших они прогнали с отмороженными пальцами, я думаю, что мир, так скажем, циничен. Но мы оставили это в стороне, потому что, глядя на прошлое, вы никогда не построите будущее. Абсолютно. Поэтому мы сейчас хотим построить процветающую и развивающую Швейцарию на Кавказе. Покинули территорию те люди, те люди, это берут русские интервью у армян, почему вы покинули? Они отвечают. Мы приехали, ну, маленькая часть из Ливана и Сирии, но они не могут быть гражданами Азербайджана. Другая группа, мы заселились 20 лет, 30 лет назад. То есть, по нашему закону, право на гражданство в Азербайджанской республике имеют граждане армянской национальности Азербайджана, те, которые там жили до 92-го года. Это раз. Или их дети и внуки. Все паспортные данные, они находятся в наших архивах. Стоит обратиться. За сегодняшний день, точнее, за вчерашний день, два гражданина армянской национальности города Ханкенди, они обратились в службу миграции. Мы уже восстановили службу, работу в Ханкенди, миграционную. Давайте скажем, Ханкенди – это бывший Степанакерт. Степанакерт. Кстати, в отличие от украинских пропагандистов, господин Соловьев сразу же переобулся и назвал его Ханкенди в своих твиттерах. Не Степанакерт. Его проклянет. Но он же несколько лет назад публично клялся в любви к армянам. Это тоже в Ютубе есть. Я хочу сказать, умение переобуваться. Вы понимаете, политика цинична. И в том числе пропагандисты этой политики тоже аморальны. Ничего удивительного нет. Ну, они не просто аморальны. Они аморальнее политиков даже. Мне трудно здесь поспорить. Вы специалист лучше, чем я знаю этот вопрос. Ну, в общем, два человека уже обратились. Теперь мы создаем… Уже открыли больницу. Мы восстановили телевидение. Мы восстановили работу, значит, мобильных операторов. Мы ведем… То есть те люди, которые были до 92-го года, или дети и внуки, в течение трех месяцев, если они не участвовали в военных действиях, этнических чистках, они получат гражданство. Уехали те, которые приехали после 92-го года, которые участвовали в этнических чистках, или которые заселились в дома изгнанных азербайджанцев, потому что в Карабахе они ничего не строили. Наверное, вам удалось посмотреть за три года то, что они оставили после себя в других районах. То есть мы называем город Ахдам азербайджанской хиросимой. Хорошо. Давайте, я с точки зрения армян, опять-таки, я за справедливость всегда. Да, конечно. У меня нет каких-то таких колебаний. Мне хочется, чтобы люди жили мирно, счастливо и у себя дома. Я сейчас вас спрошу. Там в Карабахе было 120 тысяч этнических армян, правильно? Это официальная цифра Армении. Они прошли через нашу границу. Мы ждем официального заявления. Наверное, завтра, в понедельник. Наши пограничники считали, и мы услышим официальную цифру. Мы возьмем за основу армянскую цифру 120 тысяч человек. Но мы считаем, что это не важно. Но так подавляющее большинство уже в Армении. То есть они ушли оттуда. Даже не подавляющее. Я думаю, что 99,9%. Ну, видите, так это же трагедия опять-таки людей простых, армян, которые там находились. Смотрите, мы через русских миротворцев, которые находятся там. Они на этом, кстати, делают большие деньги. И уже сейчас вставили в армянской прессе всплывать факты, как они мародерствовали по отношению к арабахским армянам. Это их союзничество, им разбираться. Светлое. Да, но мы через русских, потому что они там на земле, и армяне их слушаются пока. Мы сделали, так скажем, окно информационное. Президент на своем сайте, служба миграции, телефон для контактов, электронная почта, сайт, где описаны правила. Все, кто выехали, могут вернуться, если они жили на территории Карабаха до 92-го года. Первое. Могут получить документ о частной собственности на свою квартиру. Хотят остаться, останутся. Хотят уехать, продадут. Государство будет это выкупать. В том числе, частную собственность на землю. Хотят восстановить свое хозяйство, виноградарство, я не знаю, садоводство. У нас есть такая служба при Министерстве экономики. Она дает, типа, как влизень оборудование. Например, сушить, упаковать. Мы все эти ресурсы, вы правильно сказали, мы сделаем витрину, как должны жить. Потому что мы не виноваты, но нас назначили виноватыми. А мы покажем, что мы смотрим вперед. Это вы копаетесь в истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!